Для ветчины берем рульку и отделяем мясо от кости. Делаем надрезы по всему мясу, посыпаем черным молотым перцем, солью и сухим чесноком. Кстати, чтобы мясо хорошо заворачивалось в рулет, я решил его полностью отрезать и отбить молотком. А далее просто закручиваем в рулет и при помощи веревки перевязываем ветчину. А также плотно заворачиваем все в пищевую пленку и отправляем на сутки мариноваться в холодильник. После того, как прошли сутки, берем замаринованную ветчину и большую кастрюлю, выкладываем ветчину на дно кастрюли и заливаем водой. И отправляем вариться рульку на медленном огне 3 часа. После того, как рулька приготовится, нужно подождать, чтобы она полностью остыла и снять все утягивающие элементы. А теперь на нее давайте посмотрим в разрезе, какая она красивая у нас получилась. Ветчина получилась очень красивая и отлично держит форму. А мы переходим к следующему блюду. Нам понадобится кастрюля и курица. Укладываем курицу на дно кастрюли, заливаем водой и отправляем вариться на плиту. А пока варится курица, подготовим ингредиенты. Мелко нарезаем лук, а морковку натираем на крупной терке. Картофель нарезаем произвольными кубиками, берем подготовленные ингредиенты и отправляемся к плите. Когда курица закипит, снимаем лишнюю пенку, добавляем морковку и целую луковицу. Накрываем крышкой и готовим в течение часа. А пока подготовим зажарку. Берем сковородку и наливаем немного растительного масла и выкладываем лук с морковкой. Тщательно все перемешиваем и обжариваем в течение 7 минут. Когда зажарка готова, перекладываем в отдельную тарелку. Подставляем кастрюлю поближе, открываем крышку и достаем курицу при помощи шумовки. Добавляем подготовленный картофель и закидываем зажарку. Также добавляем соль по вкусу и тщательно все перемешиваем. Отделяем от курицы ножки и бедрышки и при помощи вилки разделяем грудку на волокна. И когда картошка полностью приготовится, добавляем мясо и также добавляем одно куриное яйцо. Тщательно все перемешиваем, накрываем крышкой и блюдо готово. Для винегрета нам понадобится морковка, картошка и свекла. Укладываем все в полиэтилен, делаем в полиэтилене отверстие и отправляем в микроволновку на 15 минут. Когда овощи полностью приготовятся, нарезаем морковку, картошку и свеклу маленькими кубиками. Также на кубики нарезаем соленый огурец и перекладываем все в общую тарелку. Подставляем тару поближе и добавляем квашеную капусту. Кстати, соль и растительное масло каждый в свою порцию добавляет по вкусу. Тщательно перемешиваем ингредиенты и отправляем блюдо в холодильник настояться в течение нескольких часов. Для следующего блюда нам понадобится 5 вареных яиц, которые мы почистим и мелко нарежем. Также мелко нарезаем абсолютно любую зелень, складываем все в общую тарелку и берем хорошую селедку. Чистим селедку, как вам больше нравится. Кстати, когда я разделывал селедку, у меня попалась икра, мне повезло. Это блюдо идеально подходит на бутерброд с утра и я вам его настоятельно рекомендую. После того, как разделали селедку на филе, мелко измельчаем при помощи ножа и перекладываем в общую тарелку. Подставляем блюдо поближе и добавляем пару столовых ложек майонеза, тщательно все перемешиваем и переходим к следующему блюду. Берем куриные желудки или как их у нас еще любят называть, куриные пупочки и очищаем от зеленой пленки. После того, как вы тщательно все промоете и очистите, берем для зажарки луковицу и морковь. Лук мелко нарезаем, а морковку натираем на крупной терке. Перекладываем все в отдельную тару, берем подготовленные ингредиенты и отправляемся к плите. Вооружаемся глубокой сковородкой, наливаем хорошую порцию растительного масла и выкладываем куриные желудки. Накрываем все это крышкой и тушим в течение часа на медленном огне. Через час берем сковородку, наливаем растительное масло и обжариваем лук с морковкой. После того, как обжарка готова, перекладываем ее к желудкам и добавляем специи. Я добавляю черный молотый перец, соль по вкусу, выдавливаю 2 зубчика чеснока и заправляю все банкой сметаны. Перемешиваем, накрываем крышкой и тушим на медленном огне, пока пупки не станут мягкими. Для гарнира берем стакан гречки и заправляем двумя стаканами воды. Когда гречка почти приготовится, добавляем соль по вкусу, тщательно все перемешиваем, накрываем крышкой и готовим уже до полной готовности. Ну что, ребят, наши пупки стали мягкими, а это означает, что блюдо готово. Переходим к презентации. Ну что, сегодня мы приготовили много вкусных блюд на целую неделю за 1000 рублей. А главное, что весь рацион состоит из вкусных, полезных и бюджетных продуктов. А также оставшиеся 4 яйца и вареная курица отлично дополняют мой рацион. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Всем до новых встреч. Пока-пока.